Маткульт, привет всем! Это новости Майя. Запаситесь терпением, их довольно много. Первое. У нас, у нашего движения Родная Школа появился телеграм-канал. О, а что такое движение Родная Школа? У нас появилось движение Родная Школа. И у него появился как сайт, который мы постепенно разрабатываем, но пока этот сайт находится в стадии, что называется, взяли домен и думаем, как он будет выглядеть. Но тем не менее, будет вот наш этот самый Родная Школа.рф. Вот, появился телеграм-канал по ссылке в описании. И, в общем, на самом деле есть много довольно позитивных новостей. Я не буду их все перечислять. Они все связаны с некоторыми контактами с людьми, наделенными властью. В нынешних условиях идея спасти Массовую Школу начинает казаться разумной даже, ну, власть придержащим. Вот, так вот, по этому поводу мы ждем добровольцев, добровольцев в свою команду. Есть очень много мелких действий, которые надо выполнять. Никаких денег, естественно, нам никто не дает, как вы можете догадаться, да? Все хорошее, настоящее у нас в нашей родной России делается бесплатно. Вот, поэтому мы ждем добровольцев. Пишите адрес и телефон на адрес, который здесь вот в описании указан. Значит, там нужно будет помогать сайт делать, помогать вести телеграм-канал. Еще там некоторые задания, про которые уже, скажем, не в открытом доступе. Тоже их нужно будет выполнять. Вот, ну вот сейчас мы некие программные документы готовим для школы. Так что вот так вот, значит, всем, кто может помогать к нам, всем, кто не может помогать, просто радуйтесь, что что-то начинается. Надеюсь, уже по-серьезному. Так, пункт два. Продолжение предыдущего. После того, как мы начали большую движуху про вот эту Алапаевскую ситуацию, директор находится под следствием. Там, и вопросы того, как распределяется бюджетный, значит, ну, зарплатный фонд, сейчас, наверное, станет подниматься во многих регионах России. И по этому поводу я хочу обратиться ко всем учителям, кто меня смотрит. Если к кому-то из вас поступали предложения выписать большую зарплату и потом сделать откат, пожалуйста, дайте нам об этом знать. Пожалуйста, это можно сделать не обязательно в комментарии к YouTube-каналу, потому что тогда у вас могут быть проблемы в школе, где это предлагалось делать. Но ко мне на электронную почту это можно присылать, прямо именно лично мне. Вот, то есть я собираю такие случаи, мы их будем просто обрабатывать, направлять куда надо постепенно. Ну, там, какие случаи невозможно будет никак обработать, мы просто будем иметь в виду. В общем, эта информация будет очень на сегодня важной. Дальше. Земской учитель. Программа, которая тоже очень странная, вроде бы прекрасная программа, дает миллион, дает жилье и так далее. Очень мало почему-то реализаций, да, только несколько тысяч человек получает. Почему? Опять же возникает предположение, что те, кто отвечает за распределение этих денег, просят откаты. Опять, если кто-то пытался участвовать в программе «Земской учитель», и ему поступили такие предложения, пожалуйста, обязательно дайте мне знать. Так, вообще все, что у вас происходит в школе не так, обязательно сообщайте мне. На сегодня, значит, у нас вот это движение «Родная школа» по сути будет таким, ну, я не буду говорить там Минпросом теневым, но это будет там структура, которая будет заниматься реально школой, по-настоящему. Если настоящий Минпрос нам готов в этом помогать, мы только рады. Мы совершенно не будем открещиваться от Сергея Сергеевича Кравцова и его заместителей, если они готовы работать вместе с нами. Третье. У меня появилось революционное предложение к правительству России, ко всем структурам Государственная Дума, Совет Федерации и так далее. Давайте заставим все школы, заставим всех директоров всех школ сделать зарплатные ведомости прозрачными, естественно, удалив из них конкретные фамилии. То есть там учитель математики, учитель химии, там специалист по, не знаю, кадровому производству и так далее. Почему это важно? Потому что в Алапаевском муниципальном образовании 90% денег непонятно куда шло, да, то есть 10% шло по расписанию, сетку, да, сетку учителей, а 90% непонятно. Ну вот по этому поводу сейчас там сейчас идет следствие. Так вот, есть подозрение, что, собственно, и по стране так много где происходит. Поэтому сделать прозрачные ведомости. И второе, если можно такой подзаконный акт внести, что в принципе нельзя, например, менее 70% фонда заработных плат платить учителям по сетке, меньше нельзя, то есть минимум 70% должно быть по сетке расписания. Ну, менее такое, как бы, это такое кардинальное решение, которое мне подсказал один человек из Совета Федерации. Я-то думал 50% написать, ну, хотя бы 50% это уже будет круто, но если мы потребуем 70%, это будет вообще восторг. То есть 30% на тех, кто организует там что-то вокруг учебного процесса, а вот конкретно учителям должно идти 70% фонда заработной платы. Конференция. 13-14 июня пройдет конференция проблемы школы, которую я провожу вместе со своими друзьями, добровольцами, помощниками. Программу мы уже сверстали. Это не тот случай, когда можно подать заявку, и мы ее будем рассматривать, потому что безумное количество фриков присылают там какие-то совершенно безумные идеи. Мы просто не можем это все обрабатывать. Поэтому я просто взял там 10 человек, грубо говоря, в которых я уверен, что это будут интересные содержательные доклады. Но к участию приглашаются все. У нас там будет вместимость 100 человек. Ну, как бы, как показывает сегодняшняя реальность, вряд ли больше 100 человек найдется, кто сможет приехать в Москву на эти дни, сам найти как бы жилье и так далее, и участие будет бесплатным. Но вот вопрос как бы ограниченного числа мест. Поэтому сообщайте на наш адрес, который я вот здесь указал, да, туда же, куда вы шлете, если вы можете нам помогать свои контакты. И кто хочет участвовать в этой конференции слушателям, те тоже присылают туда вот свои позывные. Любопытная ситуация была примерно месяц назад у нас в Измайлова. Чуть меньше месяца назад. Мы гуляли с Мариной и с мелкой детворой. И вот к нам подходит такая тетя, какого-то, значит, странного, довольно вида, с планшетом и говорит опрос общественного мнения по поводу использования в школе дистанционного образования. И дальше начинаются вопросы, ну, один краше другого. Там, какие плюсы вы видите в дистанционном образовании? И перечисляется целый ряд плюсов, да, целый ряд плюсов. А внизу написано, планшетики там, никаких не вижу, в скобках, в скобках, прямо лично своими глазами, да, видел, в скобках написано, не показывать этот вариант, и восклицательный знак, то есть другим шрифтом. Я говорю, что, что у вас? Ну-ка покажите, что это у вас. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, я не должна ничего показывать вам. Выбирайте из этого списка. Я говорю, а можно я выберу последний пункт? Его нельзя вам показывать, мне нужно показать вам только первые несколько пунктов. И дальше в каждом вопросе, ну, там, в каждом втором вопросе такая фигня, такой вот полностью эмоционально накачанный опрос, который потом будет опубликован, да, что, мол, якобы москвичи не так уж плохо относятся к дистанционному образованию. Я говорю, ну, вы понимаете, какие на самом деле результаты? Он говорит, ой, конечно, говорит, я все понимаю, я вижу, что происходит. Против просто все. Но опрос составлен так, чтобы это не было видно, понимаете, да? Поэтому, когда вы узнаете, что был проведен опрос общественного мнения в Измайлово Московским социологическим центром, ну, так она сама сказала, что она из Московского социологического центра, что называется, за что купил, за то и продаю, и где будет написано там о каком-то более-менее нейтральном или даже положительном отношении к дистанционному образованию, знайте, что это подлая ложь, и что такой опрос нужно сразу засовывать в урну. Потому что, когда мы отказались от участия, ответив на несколько вопросов, мы сказали, что дальше в таком духе мы отвечать не будем, потому что там нет настоящих ответов, там есть подсказанные неправильные, да, а те нам нельзя показывать, и после чего она благополучно отошла от нас и заполнила за нас все остальное. Так что понятно, это полный бред, и те, кто так проводят опросы, это не просто, ну, как бы, в научном, в научном обществе это преступники. Ну, вот понятно, там мы не можем посадить человека за то, что он неправильно проводит научные исследования, за ведомо известным результатом. Но с нашей точки зрения это просто подонки, и все. Ну, как бы, никаких других слов здесь быть не может. В набережные Челны с 1 по 18 июня проводится школа для наших школьников Камского математического центра, к сожалению, они не могут выбрать другие даты. Даты чрезвычайно неудачные с точки зрения преподавателей. Для детей это идеально, конечно, просто прекрасно, закончили школу и пошли. Но с точки зрения преподавателей очень трудно набрать у всех там экзамены и так далее. И мне пришлось к последнему, значит, средству прибегнуть. То есть это, прошу, если кто-то в эти сроки может приехать за небольшой гонорар на все время или на частичное время и провести занятия со школьниками, ну, естественно, я прошу тех, кто сам, ну, как бы, достаточно, ну, то есть я буду смотреть, откуда человек там. Грубо говоря, это из наших ведущих вузов должны быть студенты, либо закончившие эти ведущие вузы. Вот, то есть, как бы, должен быть достаточно грамотный человек. Я, в общем, да, я жду такого человека очень туда. Сейчас не хватает, как бы, одного человека на всю длину. Но если, например, один приедет на половину длины, другой еще на половину, то этого уже будет, уже будет нормально. Вот, так что пишите тоже мне на e-mail тогда. Ну, вот первого, кто откликнется, кто мне понравится, мы возьмем. Стекловка. Серега Горчинский, мой друг, который там ученый-секретарь и все такое. Я точно не помню должность, но, в общем, такой очень важный человек в стекловке. Он просил меня объявить о том, что с первого сентября они набирают на постдок 120 тысяч рублей в месяц. Вот так, всем подавать до первого июня. Все информации по ссылке в описании. По-моему, это очень круто. Вот, так что все, кто хотят быть постдоками в лучшем институте в мире, пожалуйста, туда приходите. Дальше мой родной Кавказский математический центр объявляет набор в магистратуру теории игр. А сейчас там три бюджетных места. Если кто-то готов учиться не по бюджету, то тоже поступайте. Это понятно, там гораздо больше небюджетных мест. В общем, магистратура по теории игр объявляет набор. Подробности будут, ну, как бы частично будут в описании вот здесь. Но частично они еще, как бы там, более точной информацией будет складываться. Так что следите за новостями и приходите в нашу магистратуру учиться. Самую лакомую новость я оставлю на конец. А сейчас скажу, что за означенный период времени с апрельских новостей вышли, вышло пять коллабов. Как минимум, я могу забывать там про какие-то, но вот из тех, кто мне прислал конкретно, вот ссылку, что вот вышел, вышел, вышел. Обучение про. Это я прям помню, 18 апреля я приезжал в Питер. Диалоги про образование Натальи Волкова, мы с ней провели диалог. Вот, вот здесь, он очень содержательный получился, жалко, мало смотрит. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Вот здесь. Рустам Агамалиев приглашал меня в Зеленоград пообщаться с его школьниками. Вот, очень такой активный молодой учитель, классный руководитель и так далее. Классный руководитель. Вот, и мы отлично поговорили со школьниками. Опять же, на местном ресурсе опубликовано небольшом, но заходите, по-моему, было прикольно. Разговор получился классный. Так, Лиза Лазерсон, цеха Москвы. Ну, сейчас как бы эхо закрыли, но дело его оживет. И, соответственно, в личном подкасте Лизы Лазерсон я с удовольствием выступил. Как вы помните, независимо от тех или иных моих собственных, ну, весьма, по-моему, умеренных политических воззрений, выступаю я везде. Совершенно не, я считаю, что люди, ну, люди как бы все хорошие. Если я вижу хорошего человека, независимо от его политических убеждений, я с удовольствием у нее выступаю. Лиза отличная девчонка, и мы с ней прекрасно поговорили. Заходите смотреть вот сюда. Так, Игорь Шнуренко, мой коллега и соратник в каком-то смысле. Мы с ним очень тоже содержательно поговорили про образование на канале День ТВ. Тут на эхе, а тут на День ТВ, да, в каком-то смысле противоположного направления. Но я еще раз выступаю везде, я всеяден абсолютно. Вот, дальше, значит, буквально на днях, ну, скоро выйдет на РБК, РБК новости, там про математику будет мое выступление. Не знаю когда, может быть только в июне. Следите за новостями. И сейчас я иду выступать на канал Спец. Вот сейчас, да, ну, 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 когда выйдут новости, возможно, это тоже уже выйдет. А может быть еще не выйдет. Тогда следите просто за ютюбовскими сообществами. Там я буду публиковать оперативно, где еще вышло. Вот, ну и, собственно говоря, на этом новости постепенно подходит к концу. Летом я там, у меня будет довольно рваный график с огромным количеством переездов туда-сюда. Где-то там я, если буду выступать в открытом, с открытым входом, просто будет ВКонтакте у нас сразу же информация на нашем паблике. Поэтому просто следите за ВКонтактом, следите за моим ЖЖ. После того, как из Фейсбука я ушел, я веду ЖЖ. Ну и самая главная новость, которую я обещал и ради которой вы тут все ждете, что я все это проговариваю. Восемнадцатого мая в девятнадцать часов тридцать минут состоится долгожданный стрим на канал. Да, да, да. Стримы смотрят мало людей, поэтому мы проводим их редко. Однако время от времени их проводить все-таки имеет смысл для какого-то, ну, для связи с аудиторией, что ли, чтобы почувствовать людей, пусть даже и через экран. Ну, как обычно, из Майкопа, тем более, мы будем петь песни. Там стоит гитара Севы. Вот. Почему вы видите сейчас, почему я вдруг начал в другом месте это говорить? Потому что первично я перепутал дату и назвал другую, не ту, в которой этот стрим может произойти. Стрим будет восемнадцатого мая в девятнадцать тридцать. Готовьте вопросы, готовьте заказы на песни, которые умею, спою. Пожалуйста, донатьте в процессе стрима. Очень сейчас было бы важно нам немножко помочь. Ну и, собственно говоря, повеселимся, поговорим, пообщаемся. Завершаю эти новости призывом, простите, давно не просил, но сейчас попрошу, призывом подписываться на Патреон, если у вас иностранная карта, и на Бусти, если у вас русская карта. Нам нужны денежки, надо помогать. Вот. Мы никуда не уезжаем, мы будем жить и работать в России. Если YouTube будет закрыт, мы просто переместимся на какую-то из других наших отечественных платформ. Так что до встречи в интернете и в реале тоже когда-нибудь еще. Маткульт, пока!